здравствуйте меня зовут алексей и сегодня у нас с вами обработка фотографий на ipad и в принципе давайте сначала мы разберемся по поводу того зачем это нужно и как это можно вписать свой рабочий процесс расскажу сразу же что я фотограф вот и очень много работаю именно с lightroom и периодически пользуюсь ipad для того чтобы так скажем облегчить себе некий процесс некие процессы вот ну и хотел бы сегодня с вами поделиться как это все работает и показать что к чему и как себе пример это все настроить вот ну во первых давайте небольшое введение да то есть почему lightroom да то есть поясню и зачем нужно ipad во всем этом деле и вообще их нужно ли вы нужен ли вам этот сегодняшний сегодняшняя лекция и в общем давайте разбираться но во первых lightroom это моя так скажем это мой основной рабочий инструмент то есть я фотограф и у меня соответственно есть photoshop а если есть photoshop то соответственно есть еще и lightroom то есть но естественно если photoshop у нас легальный ну вот поэтому тут давайте то сразу остановимся на том что lightroom это в принципе как бы подписочная система и что если у вас есть photoshop то и проблемы нет никакой воспользоваться lightroom вот поэтому такая связка которая работает и вас на десктопе да то есть непосредственно на вашем компьютере основном и в том числе на айпаде да вот у меня вот здесь вот тут лежит айпад соответственно вот это вам ничего покупать не надо то есть у вас сразу же есть и то и другое то есть вы можете совершенно спокойно воспользоваться lightroom и совершенно ну так в рамках подписки вот поэтому lightroom в этом отношении очень удобен а второй момент зачем айпад да то есть принципе можно все делать у себя на десктопе но тут есть несколько таких моментов очень важно например вы сидите вы сидите работаете за компом и вдруг вам нужно поехать навстречу да вы совершенно спокойно берете синхронизируете свои данные с вашего lightroom десктопе с вашим айпадом приезжайте навстречу показывайте все что нужно и все в принципе у вас работает без относительно вашего основного компа вот или же пример вы находитесь поездки то есть там сидите у себя где-то там на вилле в таиланде на берегу моря вот и делаете фоточки или там на боли в общем применение можно найти на самом деле массу и в данном отношении как бы айпад очень сильно выручает то есть он помогает вам работать в тех местах где вы где вы не можете взять свой основной компьютер у меня например вы можете обратить внимание что периодически бегать глазами то в одну сторону другую дело в том что у меня тут два экрана и поэтому так может происходить и соответствует вот в большую систему которую мне есть и соответственно еще и второй монитор забрать это с собой конечно же тяжеловато хотя у меня были прецеденты но айпад в данном отношении будет играть наиболее правильную роль вот ну и тут возникает сразу же вопрос но слушайте у меня нет ни не lightroom а да у меня нет ни айпада через здесь вообще делаю да то есть вы можете сразу задать вопрос вообще нужно ли мне тут находиться сегодня и тратить время на то чтобы посмотреть я сразу скажу следующее друзья что вам это пригодится потому что мы будем разбирать не просто как работать да как работает эта связка и тому подобное мы будем с вами говорить все-таки больше о цветокоррекция об обработке поэтому у нас лекция называется обработка фотографий на ipad то есть не не lightroom ipad а именно обработка фотографий на ipad соответственно все те же самые правила все те же самые нормы и приемы работают и и в любой другой программе то есть как бы не обязательно привязываться даже если вы используете какие-то мобильные приложения для обработки это тоже местами работает по крайней мере вы будете понимать логику как и почему это работает каким образом это происходит вот поэтому оставайтесь с нами и будем соответственно изучать все это дело но сначала минутка саморекламы то есть пока народ не разбежался дохать и сразу же сразу же минутка самореклама куда же без этого ну во первых я хотел бы пригодами прорекламировать вообще без зазрения совести это дело всегда без зазрения совести потому что действительно считаю этот продукт очень хорошим и верю в него и уже не один год в нем работаю поэтому сразу же говорю что здесь нет никакого ничего ничего рекламного вот то есть это моя личная рекомендация так скажем life classes точка ру на сайт с образовательным контентом там есть мои видосы там есть видосы большого огромного количества других профессионалов которых мы собираем ну вот и соответственно вы там совершенно небольшую плату можете воспользоваться этими видосами посмотрите чему-то обучиться вот далее profile school точка ру тут можно найти два мои больших курса то есть я веду курс по ретуши для фотографов и соответственно студийной съемки то есть два курса они достаточно длительные то есть они там один длится месяц другой длится почти почти два месяца то есть он там вообще очень очень длинный вот там проходим очень многие вещи от и до что касается например вот обработки то там как раз задействован lightroom и задействован photoshop и там как вот если вы просто зайдете на мой сайт посмотрите фотографии я вас научу делать также вот то есть это вот как раз мой мои курсы найдете по соответственно этой ссылке профайл школа профайл если вдруг то не слышал о ней и соответственно давгуля это мой инстаграм аккаунт вот подписывайтесь также меня можно найти и в фейсбуке но кроме того чтобы совсем уж было весело я вам сразу скажу что на life classes есть бесплатная трансляция лекций классов так скажем вот где вы можете совершенно спокойно бесплатно посмотреть какие-либо лекции вот то есть они там проходят постоянно так что переходите и соответственно регистрируйтесь и получаете знание совершенно бесплатно и вот теперь мы подходим к той точке когда мы с вами сейчас будем начинать очень много нудно всего изучать и так вот первое с чего мы с вами начнем это с понимание того что все относительно дело в том что я всегда это всех предупреждаю дело в том что мало того что вкусы у всех разные все по-разному видят к этому всему добавляется добавка всему что все видят на разных своих устройствах все в то что я показываю вы видите у себя на мобильных устройствах видите у себя на десктопных устройствах может быть еще на чем-то вы смотрите и и там может быть картинка отличаться потому что картинка отличаться достаточно сильно кроме того вы видите то что будете видеть то что я транслирую с айпада на экран и потом еще захват экрана соответственно о чем-то говорит и говорит что там немножко меняется качество картинки то есть меняется контраст и после этого еще все проходит это через трансляцию соответственно вы видите еще немножко все по-другому поэтому правды честно скажу тут не найдешь и поэтому я буду говорить именно о таких вещах которые вам будут понятны безотносительно даже правильности картинки то есть говорить вот именно вот так это должно быть эта картинка должна выглядеть таким образом такого не будет я буду рассказывать и показывать как работает а уже что с этим всем делом делать в своей личной практике вы уже будете решать самостоятельно поэтому все относительно друзья вот так ну и соответственно план нашей работы каким образом все это будет происходить на сегодняшний день во первых сразу скажу у нас с вами полтора часа ну плюс минус где-то вот так соответственно за это время мне нужно вам рассказать абсолютно все что я приготовил обычно я угадываю сколько по времени требуется чтобы рассказать то что я приготовил но бывают всякие инциденты но вот время рутом бывает что чуть-чуть можно можем задержаться но я не знаю скорее всего нет но вот поэтому у нас полтора часа за эти полтора часа понятное дело я вам всю теорию которая вообще возможно по этому делу не расскажу поэтому если вдруг я что-то не сказал вы ожидали чтобы я что-то 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 рассказал но не рассказал вы уж меня простите потому что к сожалению в полтора часа уместить абсолютно все интересующие вопросы которые могут интересовать слушателя в интернете невозможно вот именно поэтому у меня например курс он длится два месяца поэтому именно по этой причине что можно изучать два месяца вот по этой поэтому как бы за полтора часа мы с вами пройдемся по основным тезисам по основным моментам которые помогут именно вам как непрофессионалам да буду я все-таки ориентироваться на не сильно профессиональную публику ну вот соответственно чтобы вы могли применить это не только примеру в лайтруме да не только на ipad и но и вообще своей повседневной жизни когда вы какую-то картинку открываете чтобы отредактировать вот таким образом поэтому смотрим на план я всегда рассказываю сначала что их что что должно быть сначала как уж хочу будем заниматься чтобы не было сюрпризов потом соответственно adobe lightroom и ipad рабочем процессе то есть немножко поговорим про это то есть я уже сказал как это может быть но мы сейчас с вами немножко плотную подойдем почему это может быть полезно далее а импорт фотографии в lightroom тут тут все понятно базовый принципе цветокоррекции тут я расскажу о том как и каким образом вообще в принципе строится цветокоррекция что нужно делать сначала а что можно делать потом какой каким образом вообще в принципе цветокорректируется картинка как работа со цветами и всем остальным далее а локальная коррекция света и цвета очень все даже не очень и не все многие так скажем пользователи используют мобильные приложения для того чтобы отредактировать картинку вот к сожалению там не везде есть возможность локальной коррекции поэтому бы я думаю что вам будет очень интересно узнать что может каким образом можно править картинку какие-то области осветляет какие-то затемняли затемнять то есть как это все все вместе совокупности работает и куда смотреть поэтому это локальная коррекция это прям достаточно важно то есть это не просто что-то такое но коррекция цвета каким образом мы меняем цвет изменяем цвет и каким принципам он подвержен то есть что вообще в принципе как канал работает вот ну и соответственно экспорт фотографии то есть если мы уж картинку сделали мы должны ее куда-то кому-то отправить показать да вот таким образом все следующий слайд у нас переходит adobe light rom и ipad в рабочем процессе значит друзья смотрите есть некоторые варианты каким образом это все может работать как я уже сказал что если у вас есть lightroom да сразу говорю говорю есть lightroom подразумевая легальный lightroom значит у вас есть подписка значит вам lightroom который на ipad достается совершенно бесплатно вот то есть он входит в рамки подписки то есть у вас нету здесь никакой необходимости покупать что-либо докупать еще вот поэтому такая связка она вполне себе оправдывает себя то есть что я подразумеваю под этим делом первое я закидываю соответственно фотографии в непосредственно в lightroom со своей флешки да со своей карты что я отснял закидываю в lightroom произвожу создание smart preview объясню это сейчас чуть-чуть попозже и после этого уже отправляем все это дело на ipad просто нажимаю кнопочку синхронизировать и все что я назвал все что верить все что я отметил как синхронизировать все оказалось у меня на ipad вот дальше соответственно у нас переходим переходим уже в работу в lightroom на ipad и уже соответственно мы там работаем на корректируем картинку и когда мы закончили можем соответственно отправить обратно себе на комп бери она отправляется автоматически даже тут ничего делать не надо и вы можете уже там дальнейшем корректировать фотошопе или еще там в чем-либо ну вот можете вы можете на самом деле в фотошопе и непосредственно ipad это сделать в общем вариантов тут достаточно много второй вариант да то есть как это может быть у вас соответственно lightroom плюс ipad то есть вы можете это сделать на точно так же начать работу у себя на десктопе да то есть на своем основном рабочем компьютере от редактировать или начать редактировать или ассортимировать фотографии или выбрать не знаю в общем уже подготовить так скажем для отправки на ipad вот и отправляете фотографии на ipad и соответственно редактируете же на ipad и можете отправить это все дело потом для социальных медиа вообще не возвращаясь компу то есть копей у вас останутся оригиналы равы непосредственно а в айпаде у вас останется smart preview который из которых можно экспортировать фотографии совершенно спокойно я покажу как это работает ну или же примеру вы ходите снимаете все снимаете непосредственно ipad и уже потом можете редактировать все уже в lightroom и на ipad и уже экспортировать для социальных медиа вот куда угодно не даже не прибегая к использованию десктопа то есть своего основного рабочего компьютера как бы вот вот как это может быть но сразу же скажу друзья тут есть нюанс если вы профессиональный фотограф или собираетесь быть профессиональным фотографом или фотограф любитель но со стажем вы наверняка снимаете в воров формате вот и в работе с айпадом raw формат ну не очень таки прикольный поэтому связочка как раз таки десктоп lightroom ipad lightroom она наиболее интересна в данном отношении потому что вы можете все свои рава держать на себя на компьютере а обрабатывает например на lightroom и в lightroom и на ipad и там сидя в туалете условно говоря вот поэтому имейте ввиду что как бы если у вас равы то вам связка десктоп и ipad она вот обязательно то есть вы не пропустите конечно же можно конечно же можно загрузить травы непосредственно себе в ipad будет занимать достаточно много места ну в общем тут уже смотрите сами вот таким вот образом и так далее импорт фотографии в lightroom да то есть мы сейчас остановимся на этом немножко подробнее да я сейчас вам покажу как вообще принципе импорте импортировать фотографии непосредственно ipad вот сразу же скажу друзья что вариантов импорта фотографии на ipad существует множество то есть есть всякие различные специальные девайсы которые позволяют подключить sd карточку и уже с sd карточки совершенно спокойно отправить себе все фоточки на ipad вот я таким не занимаюсь потому что у меня немножко другой рабочий поток то есть я снимаю очень тяжелые очень тяжелыми файлами у меня один файл весит 45 мегабайт поэтому сами просто понимаете что память будет очень быстро вылетать а нормальная съемка у меня весит ну примеру с отснять свадьбу это порой бывает где-то гигов 200 вот так вот чтобы вы понимали 200 гигабайт у меня там отснятая 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 свадьба вот поэтому логично что я все свои равы буду хранить себя на десктопе вот соответственно тут вы тут уже смотреть сами по своему по своему рабочему потоку то есть каким образом вы будете отправлять фотографии на ipad и кроме того сразу же тут скажу что что сейчас буду показывать в основном нигде не представлена то есть если вы работаете с посмотрите видосы там где-нибудь в ютубе то наверняка вы найдете кучу видос в этом как отправить фотки с sd карточки на ipad но вот каким образом работать связка lightroom и все остальное тут этой информации сожалению почему-то мало поэтому буду делиться я сам каким образом это происходит ну так вот первое естественно мы копируем raw файлы с карты на жесткий диск это понятно далее я импортирую фотографии lightroom далее создаю smart preview сейчас поясню как это работает и зачем это далее создание коллекции виртуальные папки и синхронизируясь соответственно с lightroom ipad и дальше обратная синхронизация происходит автоматически то еще значит обратно синхронизация то есть когда вы поработали на ipad у вас все сразу же автоматически синхронизировалась с вашим десктопом и вам не нужно делать какие-то дополнительные движения вот таким образом ну что ж давайте сейчас мы переходим непосредственно в мой lightroom вот так выглядит мой lightroom естественно он выглядит у меня немножко побольше да то есть вы видели фотографию там на первых слайдах где у меня очень очень большой раз большого размера lightroom но здесь он поменьше специально отформатировал его но одно принципу суть соответственно тоже и так тут вы должны немножечко все-таки образовываться в lightroom и если вы придержитесь моей технологии соответственно когда вы импортировали файлы непосредственно в lightroom можете это сделать перетаскиванием да просто взяли и перетащили фотки непосредственно сами файлы перетащили в lightroom и он сразу же их подтянул вот и после этого после этого друзья я обычно делаю сразу несколько вещей первая вещь которую я буду делать это если поскольку я работаю на canon тут немножко просто возможно для вас информация немножко лишняя но во всем случае не рассказать о ней я не имею права поэтому имейте ввиду что так у меня пока поскольку я показываю свой рабочий процесс то пропустить этот шаг просто невозможно вот я соответственно когда подгрузился фотографию lightroom с карточки первое что я делаю я вот зайду сюда в профиль поменяйтесь профиль с adobe color на камеру стандарт дело в том что для то что lightroom может интерпретировать ваши фотографии по-разному то есть с разными как скажем про цветовыми профилями и они показывают не то что бы действительно видела ваша камера не то что вы видели во время съемки а вот как раз таки настройка камера стандарт по крайне мере на canon это точно показывает что вы в данном в данном контексте видите именно то что вы видели у себя на фотоаппарате это очень важно вот конечно же после этого что мы можем сделать синхронизировать эту настройку со всеми остальными фотографиями control а соответственно дальше вот сюда синг синхронизируем еще раз повторюсь возможно эта информация для вас будет лишней на данном этапе но не рассказать о ней я не могу соответственно выбираем здесь настройки синхронизации treatment and profile и синхронизируем и все теперь эта настройка с камера стандарт синхронизировалась со всеми абсолютно фотографиями то есть куда бы ни щелкнул везде она присутствует вот хорошо далее друзья вот у нас с вами все наши фотографии после этого я могу выбрать фотографии одна другая третья там 4 5 10 вот то есть выбираю фотографии которые я бы хотел бы обрабатывать у себя на ipad вот и создаю вот здесь коллекцию то есть collections плюсик нажимаю create collection все создаю коллекцию и она соответственно уже будет будет создана но друзья я по сейчас не буду создавать коллекцию я просто показываю свой процесс она у меня уже создана вот она вот она эта коллекция ну вот то есть все файлы которые хотел бы синхронизировать они у меня лежат вот здесь вот в этой в этой коллекции но то есть это о чем говорит это говорит о том что вы вам не нужно все ваши фотки абсолютно синхронизировать с айпадом иногда бывает их очень много очень большое количество и это вам очень сильно может нагрузить комп вот соответственно вот они меня в коллекции поэтому удобнее даже туда закинуть но кроме того есть вот такой нюанс довольно интересный дело в том что lightroom добивается очень хорошей высокой синхронизации по скорости с айпадом и обратно за счет того что он использует очень интересную систему под названием smart превью что такое smart превью smart превью это виртуальная копия вашего рава то есть грубо говоря вот у нас есть ура вы да мы их видим raw файлы да вот они тут написать писать original но еще я создаю всегда smart превью для чего это для того чтобы компьютер создал у себя вот эти виртуальные образы этих равов и уже с гораздо больше легкостью если вы помните меня raw например весит 45 мегабайт и соответственно ворочить когда их очень много не так просто а когда у вас smart превью а smart превью весит в среднем размер 1 мегабайт или 2 мегабайта не помню в общем гораздо меньше то соответственно получается что вы можете без каких-либо проблем абсолютно спокойно отправить свои файлы очень быстро на ipad и там с ними работать это очень интересно очень удобно то же самое происходит с вашим десктопом то есть десктоп работает быстрее он не начинает ворочать вот эти 45 мегабайт мегабайтные по крайней у меня бывает еще и побольше файлы ворочить эти файлы он просто берет виртуальную копию и работать виртуальной копии поэтому необходимо сделать следующее выбрать все свои фотографии control а перейти в раздел library здесь library previews билл стандарт сайс при вот ссоре билл smart превью с видите вот эти вот smart превью с и он их создаст вот он создал вот и на самом деле у меня как бы они уже созданы поэтому там или так быстро но вас может это занять какое-то время в принципе если у вас жесткий диск не жесткий диск а ssd является основным для хранения ваших файлов ну по крайней рабочих файлов вообще файлы хранилище это отдельная история может долго про все рассказывать вот поэтому если у вас сзади у вас все происходит очень быстро если у вас жесткий диск то это может конечно занять какое-то время окей друзья ну что ж и после этого я здесь правым кликом вызываю и здесь ставлю галочку sync with lightroom то есть синхронизировать с lightroom это имеется ввиду как раз таки синхронизация с lightroom который у меня вот здесь находится на айпаде вот окей да стоп 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 у меня все у меня все синхронизировано уже поэтому просто я продемонстрировал каким образом это работает окей что дальше дальше друзья мы с вами будем пока что мы закрываем lightroom который десктопный он нам больше не нужен вся остальная работа у нас с вами будет происходить непосредственно уже на айпад базовые принципы цветокоррекции это вот очень интересный момент сейчас немножко нудной теории которая возможно вам потом поможет и так есть прямая зависимость я тезисно есть прямая зависимость между светом до экспо уже в данном контексте будет цвета white balance и хию то есть это оттенок white balance баланс белого и насыщенность saturation то есть вот между этими тремя параметрами есть прямая взаимосвязь то есть мы взаимодействуем прям вот один ну как бы 9 воздействия на 1 мы воздействуя на все остальное это может показаться какой-то момент странно но в процессе работы вы это поймете далее наиболее насыщенным является средне серые тона миттон да вот здесь увидите график у меня такой график насыщенности вот минимально насыщенными является blacks and white то есть черные и белые тона то есть то что прилегает так скажем правому и левому краю гистограммы это что прилегает к так скажем находится где-то в средне серых тонах соответственно работает гораздо верим насыщенность гораздо больше время она там есть вот сказать гораздо больше этого неправильно она там есть а в чисто черном и в чисто белом насыщенности нет поэтому соответственно это выглядит приблизительно вот таким вот образом и эти моменты эти вот казалось бы странные штуки стоит помнить во время обработки и вы поймете почему каким образом это все дело работает почему мы об этом с вами разговаривали так я переключаюсь на свой ipad как я сказал у меня здесь очень много фотографий и эти фотографии для немножко другой другой вообще задачи вот но по крайней мере мы отсюда будем выбирать там есть из чего выбрать первое с чем я хотел с вами поговорить о цветах и тенях да и немножечко еще о цвете то есть соответственно есть некоторые основные базовые параметры давайте откроем вот эту вот фотографию и приступим работать с ней соответственно у нас в lightroom присутствуют вот здесь вот такие иконки которые каждый отвечает за что-то я сейчас немножко по сейчас процессе поясню что здесь за что отвечает и соответственно мы уже будем в процессе познавать интерфейс поскольку у нас сегодня с вами встреча не об интерфейсе вот она большей частью о именно теоретических основах вот то я думаю что именно как бы это вам не понадобится а уж и про интерфейс можно там в любой момент другой поговорить и с кем угодно вот итак первая экспозиция экспозицию друзья мои обычно мы устанавливаем на глаз то есть есть я по крайней мере так делаю я устанавливаю на глаз то есть для меня она должна быть достаточно ровной по экспозиции то есть что вернее как бы по яркости это звучит очень абстрактно очень непонятно вот то есть нет здесь какого-то параметра что вот именно так но к сожалению больше рассказать не могу потому что действительно так именно так и работаю а вот что касается теней да и светов вот тут очень важный момент я всегда смотрю за параметром highlights да насколько у меня детализировано находю в небе примеру до каких-то местах которые являются очень светлыми диагональ 12 соответственно кроме того вот я сейчас сдвинул highlights в совершенно в минус то есть я сделала минус 100 для того что у меня проявились облака но они появились недостаточно хорошо но мы об этом поговорим еще чуть чуть позже вот далее у меня я работаю shadows достаточно много то есть вы так это вытягивать теней просто дело в том что наш глаз достаточно много видит видит хорошо и в тенях и в светах потому что мозг постоянно перенастраивает экспозицию условно говоря а фотография видит то как засняла так и засняла то есть вариантов тут как бы немного вот поэтому shadows чаще всего приходится подтягивать вот и далее идут два инструменты которые отвечают за контраст и тут внимание друзья я говорю два инструмента который отвечает за контраст а у меня здесь вот буквально вот сверху вот тут вот есть вот ползнок контраста то есть принципе я мог бы его им воспользоваться однако нет к сожалению так где меня перо точит пальцем не не шибко удобно к сожалению нет дело в том что контраст он дополнительно добавок ко всему повышают еще и насыщенность а когда вы работаете с white and black помните предыдущий слайд минимальная насыщенность нас черных и светлых тонах да то есть вот у нас black and white мы как раз меняя их мы все равно задействуем чуть-чуть чуть-чуть мы задействуем насыщенность она все равно меняется но не так кардинально как если бы мы с вами использовали контраст то есть мы берем контраст у нас насыщенность видите начинает повышаться но я поэтому совершенно спокойно берут где двигаю black у нас насыщенность она чуть-чуть меняется потому что все равно есть зависимость от экспозиции как вы помните да еще предыдущем слайде мы с вами обсуждали вот поэтому я чуть-чуть двигаю black с левую сторону чтобы добиться чуть чуть больше контраста в самой картинке кроме того я могу еще двинуть white но поскольку мы и так вытаскивали из из неба много всего то нам к сожалению это в данный момент не особо поможет потому что если я начинаю двигать white первое что у нас поползет это поползет небо поэтому пока white составляем не трогаем хорошо далее что нам еще понадобится нам с вами друзья мои понадобится color до color у нас есть следующий момент у нас есть баланс белого здесь но поскольку здесь баланс белого выставлен достаточно неплохо то я не буду его трогать он здесь вполне себе в норме а есть у нас такие два параметра вай брендс и сатурэйшн вайбранс у нас отвечает за уже донасыщает насыщенные тона до насыщенные области фотографии а сатурэйшн насыщает полностью всю фотографию поэтому сдвигая примеру вай брендс да мы получим разные вообще разные результаты вайбранс и сатурэйшн у нас видите вот он достаточно сильно все насыщает и насыщает том числе даже то что нам зачастую бывает не надо поэтому вайбранс бывает полезен до полезен для конкретно этой картинки вот так и в принципе что здесь еще нужно до с этой конкретной картинки да ничего кроме пожалуй наверно небо я бы наверное дотянул бы еще небо что мне нужно сделать в этом случае в этом случае друзья давайте мы сейчас вернемся на другой слайд и я вам покажу соответственно что здесь мы сможем с вами сделать немножко теории как всегда до локальная коррекция мы говорим про локальную коррекцию локальная коррекция у нас друзья пришла еще черт знает откуда то есть еще с пленочных времен очень многие удивляются когда когда говоришь о том что все все основные принципы которыми пользуется современный ретушер внимание современный ретушер пользуется это и цветокоррекция в цитокоррекция рау в различных программах это и такие более серьезные штуки как частотное разложение и dodge burn в ретуши все это друзья пришло еще с тех самых времен когда все работали на пленке вы сейчас на экране видите скриншот это комментарии ричарда авидона был такой замечательный фотограф очень классный портретист великолепнейший я его фанат вот он дает комментарии своему печатнику какие области нужно осветлить или затемнить если вдруг кто-то слышу такую такую фразу как dodge burn наверняка понимают что ага это значит усиление затемнения вот он dodge burn вот он пожалуйста то здесь мы прекрасно все видим как же в пленочные времена достигали такого результата но экспонируя или не до экспонируя различные области во время непосредственно уже экспонирование с со слайда на на фотобумагу можно что-то додержать или передержать и тогда соответственно будет у нас изменяться яркость этих областей поэтому использовали масочки такие небольшие но то есть какие-нибудь там просто подложили вот так вот масочку ну вот это просто флешка просто положили масочку там подержали чтобы у нас изменился цвет в этом там не до экспонировалась в этом в этом месте и все вот соответственно у нас будет уже меняться на цвет яркость вернее этих областей вот таким образом поэтому все что мы сейчас проходим с вами еще с тех самых древних пор пришло в lightroom есть три варианта локальной коррекции радиальные градиенты кисть сейчас мы будем с ними с вами знакомиться и для каждой кисти важно запомнить для каждой коррекции да то есть вы хотите кому-то осветлить нос то осветляя кому-то не знаю кому-то волосы вам нужно создать просто новую кисть это надо запомнить это немножко непривычно все привыкли такое у меня в руках инструмент и побежали все делать там нужно не забывать нажать создать новую кисточку и тогда все будет у вас хорошо вот таким вот образом такое небольшое отступление от этого всего дела и так друзья давайте мы с вами приступаем уже к локальной коррекции будем изучать ее и локальная коррекция она у нас с вами находится вот тут вот в этом месте вот здесь вот видите вот она вот где такая черточка давайте вот чтобы еще раз и на виде увидели вот она и тут конечно же очень неудобный момент потому что есть претензии непосредственно к дизайнером юзер интерфейс интерфейса не знаю не помню как на русском как правильно сказать в общем интерфейса lightroom немножко работает так себе вот честно скажу вот поэтому кнопочка который следует нажать находится совершенно в другом месте вот она плюсик такой вот он сейчас раскрылся здесь мы видим три варианта то есть вариант 1 это кисть до работа как кистью мы с вами с вами это с этим поработаем второй вариант радиальной и третий вариант такой квадратик это градиент вот градиент нам сейчас и понадобится если мы с вами хотим осветлить или затем не какую-то область например небо логично воспользоваться градиентом поэтому давайте мы сейчас протянем градиент от одно локации до другой то есть вот одно место другого но соответственно теперь мы видим красненьким подсвечены где у нас воздействие коррекция как день его не воздействует коррекция где не воздействует и после этого мы уже можем с вами работать следующими инструментами таким как работа со светом и цветом да вот они у нас тут есть два этих момента хорошо друзья работа со светом ну я бы наверное чтобы я сделал здесь я бы сдвинул еще highlights до холодится в минус потому что нам не хватает хотя вот здесь вот он уже перестает какой-то момент работать но просто потому что он дошел до какого-то своего некого предела поэтому я сдвину еще чуть-чуть экспо уже да я сдвигаю чуть-чуть экспо уже но слежу очень внимательно потому что если вы обратите то основание моста начинает у меня немножко светлее становится быть светлее чем сам мост то есть яркость моста меня не сильно волнует меня больше волнует небо поэтому я думаю что ничего страшного если мы чуть-чуть это подровняем вот таким вот образом вот так вот я сделаю сейчас вот так и все то есть у меня стало темнее небо и уже она более проявлено хорошо что мы теперь дальше можем сделать нам в этом всем деле немножечко немножечко не хватает не хватает цвета да мы совершенно спокойно можем добавить сюда насыщенность потому что травка у нас вся насыщенная а вот небо не очень то есть мы добавляем сюда чуть-чуть насыщенности вот таким образом хорошо что мы делаем дальше после этого всего после этого всего ну пока что нам здесь уже больше ничего на данный момент не потребуется конкретно в этой в этой кисточке поэтому мы с вами по совершенно спокойно можем нажимать дан да это нижний правый угол дан и все теперь можно посмотреть что было до что стало после то есть вот пожалуйста мы с вами вытащили кучу кучу различной информации из непосредственно этой картинки ну вот кроме того друзья если мы с вами пойдем в раздел color да и кликнем по кликнем тапнем по вот такой вот пиктограммки которые вот здесь вот у нас кружочек разноцветный показывает то мы с вами перейдем в палитру где мы можем воздействовать на отдельные цвета отдельно я бы так сказал да что нам хочется нам хочется еще чуть-чуть небо да ну как бы мы привыкли видеть хорошо что хорошие красивое небо а тут просто была пасмурная погода достаточно ничего не видно было ну вот поэтому давайте мы возьмем где у нас тут синий да чтобы нам сделать синий темнее давайте делать синий темнее это параметр luminance и у нас синий параметр начинает видите как вот начинает синить и тут друзья будьте очень внимательны когда вы работаете параметр luminance если вы сильно сдвигаете он начинает крушить картинку поэтому используйте эти параметры очень легко чуть-чуть понемножку вот кроме того я же могу еще из поменять чуть-чуть оттенок до неба то сделать его более таким знаете за пленочным до деть любят некоторые вот такой вот оттеночек более чуть 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 в зелень да вот такую вот пожалуйста чуть отправил зелень и у меня получилась такая жизнерадостная картиночка вот чему это все дело в том что мы с вами казалось бы не такими уж и хитрыми способами можем вытянуть достаточно много информации различной из любую из любой картинки для того чтобы мы с вами могли работать уже посредством непосредственно обрабатывать и и и дальнейшую какую-то обработку производить фотошопе или еще что-нибудь там духе но или же или же тонировать то есть это так скажем условно говоря назовем подготовка к тонировке да то есть если мы собираемся потом тонировать хотя я например картинки редко тонирую потому что не вижу этом большого смысла но поскольку интернет-пользователь очень любит различные тонировочки не сказать про это будет неправильно поэтому мы с вами переходим к следующему этапу который соответственно будет нам говорить про тонировочки коррекция цвета коррекция цвета что мы со всем этим делом делаем что вообще такое коррекция цвета это приведение цвета к той норме которой вы соответственно хотите да вот здесь нет здесь правильного и неправильного есть техническая цветокоррекция да когда белый у нас белый черный то черная серый это серый и неких других вариантов нету а есть творческая да то есть тут вы уже сами вольны так скажем делать что заблагорассудится Хорошо, друзья, коррекция цвета. Сначала выравниваем цвет и потом локальный цвет, и только потом накладываем коррекцию. Сейчас мы, собственно говоря, это все сделали на этом примере. Мы сейчас еще будем делать другие примеры, чтобы у вас, так скажем, не создалось ощущение, что мы только на одной картиночке работаем, что можно только для пейзажа, и мы сейчас с людьми поработаем. Далее, работая с цветом, следует понимать работу кривых. Немножко о работе кривых, друзья. Мы с этим сейчас будем работать, но чтобы вы так, скажем, понимали. Кривые, это выглядит вот таким вот образом инструмент. Он помогает нам корректировать цвет, исходя из яркости. Или, исходя из яркости, корректировать цвет. Или, исходя из цвета, корректировать яркость. То есть позволяет вот эти два параметра, плюс еще он воздействует на насыщенность, но не всегда, так скажем, это уже другая область работы, поэтому не буду здесь заострять внимание. Просто скажу, что это инструмент, который поможет нам создавать тонировки. Все у него работает очень просто. У него есть мастер-канал, который отвечает исключительно только за яркость и контраст. А есть красный канал, зеленый канал, видите, вот здесь вот, и синий канал, то есть RGB. В канале красном у нас, соответственно, идет воздействие на красный и, назовем так, бирюзовый. Здесь у нас в зеленом канале идет воздействие на зеленый и малиновый. И в синим канале синий и желтый. То есть, соответственно, регулируя вот эту кривую в различных каналах, мы будем с вами получать различный цвет. Покажу, как это работает чуть-чуть позже. Ну, как бы сразу же после объяснения теории. И второй инструмент – сплиттонирование. Сплиттонин. Соответственно, здесь мы будем выбирать, какой цвет и насколько сильно его насыщать. И в какой области? В светлой области или в темной области? Инструмент прост, как три копейки. Работает по комплементарной схеме, не более того. И, в принципе, и все. Ну, как бы по комплементарной схеме и там родственной. То есть, здесь только два варианта цвета, которые могут взаимодействовать друг с другом. Это скудно. Это очень мало. Но для простенькой тренировки это нормально. Потому что, в принципе, для себя, для себя конкретно, я бы выбрал кривые. То есть, я больше в кривых как-то ориентируюсь. Или не дашь ориентируюсь, работаю. Потому что они имеют более богатый функционал. Поэтому я вам советую воспользоваться, изучать, что это такое. Вот. Важно понимать, что нужно быть очень аккуратным с тренировками. Почему? Дело в том, что тренировки могут испортить картинку. То есть, у вас, если картинка у вас плохая, тренировка не спасет картинку. У вас уже картинка плохая. В какой-то момент она может спастись, сделать... Вы будете видеть на контрасте, вот, плохая картинка, вот, хорошая картинка, вот, видение, как вот обработана с тренировкой, и с тренировкой вроде лучше. Типа, спасли картинку. Нет, такого не бывает. Картинка плохая, она, значит, плохая. Ну вот, хорошая картинка выглядит хорошо и с обычным цветом, да, когда белый у нас белый, темный, темный, серый, серый. Ну вот, они насыщены, не насыщены, а насыщены, насыщены. То есть, когда у нас то, что видим человеческими глазами, то и получается. Ну вот. Обычно этого хватает для людей. Вот, когда есть недостаток в съемке, соответственно, этого не хватает, и нужно добавлять тренировочки. Поэтому мы о них поговорим. Вот. И по поводу вот всех вот этих пресетов, которые можете найти, там, еще вы покупаете приложение, да, в, там, в App Store, какой-нибудь программке, которая будет вам делать тренировочки. А вот еще у нас есть сто пятьсот тренировочек, но заплатите двести пятьдесят три рубля за то, чтобы мы с вами, чтобы вы могли ее применить. Вот. Наверняка такое есть. Поэтому, дабы, конечно, это бесспорно, это очень полезная функция для тех, кто не умеет с этим работать. Но если вы умеете с этим работать, вам, как бы, вообще никакой проблемы сделать такую тренировочку не составит труда. Поэтому изучайте, будете экономить двести пятьдесят три рубля на тренировках. Хорошо. Любой цвет можно накрутить самостоятельно, понимая, как он устроен. Вот. Тут я, к сожалению, в рамках данной лекции не смогу вам рассказать. Потому что это очень и очень большая область работы. С этим нужно очень долго общаться для того, чтобы понять вообще, в принципе, как это работает. И очень много нужно сделать самостоятельно тестов. Вот. Поэтому, друзья мои, пока что мы этот момент оставим. Но как делаются некоторые тренировки, я покажу. Давайте возьмем, давайте возьмем, сделаем какую-нибудь такую фильмовую, да, тонировку. В принципе, здесь уже достаточно неплохо все снято. Но атмосфера, так скажем, ну не до конца, возможно, проработана. Поэтому давайте мы сейчас здесь по яркости все абсолютно устраивает, все очень хорошо. Кроме вот одного угла. Давайте мы сначала угол этот поправим, потому что все-таки нам нужно отработать именно с углом. Так, вот так вот я градиентик растяну. И чуть-чуть мы его чуть-чуть прикроем. Вот так вот, чтобы он не сильно воздействовал. Вот таким вот образом мы сделаем. Хорошо. Так, пока done. И чуть-чуть я подтяну здесь shadows, потому что у нас здесь немножко не хватает shadows. Чуть сдвину blacks. На самом деле это проблема трансляции. Я просто вижу, что вам приходит. И тут очень много черного. Это просто передает более контрастную картинку. Но я ориентируюсь на вас в первую очередь, поэтому я сдвигаю достаточно сильно. У меня на iPad выглядит все гораздо лучше, когда не захватываешь. Поэтому не обессудьте, если вдруг что. Так, чуть-чуть приберу. Вот таким вот образом. Все, у нас картинка в целом отбалансирована по светотеневому рисунку и по тону, и по всему остальному. Вот, поэтому давайте мы теперь займемся некоторыми украшательствами, которые здесь могут у нас с вами возникнуть. Ну, во-первых, давайте... Парам-пам-пам-пам-пам. Давайте откроем кривые, да. Столько много говорил про кривые, и про них нужно обязательно рассказать. И вот у нас с вами, вы видите, вот у нас композитный канал, да, то есть мастер-канал, который отвечает у нас в первую очередь за, то есть там, за контраст, за контраст, за яркость тех или иных областей. Вот. А двойной клик убирает, соответственно, точку. То есть мы хотим посветлее, вот, пожалуйста, хотим потемнее, вот, пожалуйста. То есть все у нас хорошо работает. Очень важно понимать следующий момент, друзья, что у нас здесь левый край, вот здесь, вот этот, это область черных тонов, да, и это область светлых тонов. То есть мы, соответственно, можем вот так и вот так вот делать. Можем светлые тона притемнить, темные тона увеличить. Вот. Ну, мы этим сейчас пока злоупотреблять не будем. Сделаем все более-менее по контрасту, как мне кажется, получше. Вот таким вот образом чуть-чуть добавляю. Оп, вот так. Хорошо. Что далее? Далее я пойду в красный канал. И здесь, вот, обратите внимание, я вот тяну кривую вверх здесь, и у меня становится красным, а здесь у меня становится таким вот зеленым, салатовым, да, то есть вот между этим. Вот. Соответственно, если я вдруг хочу сделать какую-то такую тонировочку, то я могу изменять, к примеру, один и другой канал. То есть могу задать чуть-чуть немножко больше зеленцы, да, чтобы он на него смотрел такой, как немножко пленочный эффект. И могу чуть-чуть сдвинуть вот так вот темную точку, вот таким образом, для того, чтобы у нас тени чуть-чуть были более такими, более сине-зелеными, чтобы они приобрели такой оттенок. Далее. У нас с вами здесь присутствует еще зеленый канал, поэтому давайте мы посмотрим, что мы можем сделать с зеленым каналом. И вот смотрите, я чуть-чуть сдвигаю вот в зелень, в зелень тоже после конца вот так вот черную крайнюю точку сдвигаю, и вот у нас чуть-чуть цвет нормализуется, но тени стали чуть-чуть более синими. Почему? Потому что у нас здесь присутствует мастер, ой, в синем канале нетронутая кривая, которую мы сейчас еще чуть-чуть поддернем. Вот таким вот образом. И мы придали такой вот небольшой синюшно-вечерний оттенок этой картинке. То есть у нас уже появляется какое-то тонирование. Давайте, чтобы посмотрели, что было, что стало. Что было, что стало. Видите? Но это еще не все. Мы же прекрасно помним, что у нас в синем канале у нас есть еще и желтый цвет, когда мы сдвигаем вот таким вот образом. Видите, желтизна появляется. Как мы можем с этим работать? Дело в том, что, друзья мои, есть тут один такой нюанс. Дело в том, что человеческий глаз привыкает видеть то, что светлое, более желтым. Ему привычно закат, кожа, соответственно, цветы и все остальное. Они же светлые. Да, в принципе, вообще желтый цвет, он сам по себе светлый. Поэтому очень часто делается тонировка, так называемая, teal orange. Если кто-то знаком, то teal orange – это как раз-таки синие тени и желтые цвета, оранжевые цвета, ну, условно говоря. Соответственно, чтобы сделать аналогичное что-то с этим тонировку, то мы совершенно спокойно двигаем точку в кривой у синего канала вот сюда и у нас приобретается такой вот теплый оттенок. Давайте посмотрим, было до, стало после. До, после. Вот таким вот образом это работает. Давайте пока мы закроем. Я считаю, что здесь мы уже сделали достаточно и больше нас, возможно, не интересует ничего. Ну, наверное, я бы… Да нет, мне кажется, этого вполне себе недостаточно для конкретно этой картинки и мы можем ее пока оставить в покое. Давайте возьмем тогда следующую картиночку и продолжим, соответственно, работать. Вот давайте возьмем вот эту картинку. В целом, в целом она достаточно неплоха, но я совершил ошибку во время съемки. Есть небольшая ошибка. У меня практически на одной, на одном уровне стоит и модель, да, освещена, и вот эта лампа. Вот. И, соответственно, как-то вот они спорят друг с другом, если честно. Я бы хотел вот эту вот лампу чуть-чуть прибрать, да. Соответственно, я иду в лайт, да. Сначала я немножечко все-таки подкорректирую яркость, чтобы вы видели все правильно, потому что у меня на iPad немножко все по-другому. Вы видите трансляцию, поэтому тут может быть расхождение. Вот. Я сделаю чуть-чуть вот Blacks вот так вот осветлю и Shadows вот так вот. Все. Мы увидели детальки и нам с вами это уже вполне достаточно. Вот. И теперь, конечно же, мы с вами должны сделать следующее. Мы должны пойти в локальную коррекцию и уже в локальной коррекции взять градиентик вот таким вот образом. Притемню всю эту историю, чтобы не так сильно она бросалась в глаза. Вот так. Но мне не хватило градиентика. Я сейчас воспользуюсь дополнительной кисточкой, которая просто будет отрисовывать. То есть я могу опс, секунду, зарисовать. Вот это место сильно яркое и чуть-чуть его притемнить. Потому что стена у нас и так уже больно темная. Вот так. И чуть-чуть. Вот. Все. Теперь у нас уже лампа не так сильно перетягивает на себя. Вот. И уже достаточно неплохо у нас оказалось. Вот. Ну, что нам здесь еще можно сделать? Здесь, соответственно... Секундочку. Вот так вот данно нажмем. Вот. Соответственно, здесь есть, кроме того, кроме всего прочего, есть еще такой замечательный инструмент, как винетирование. Вот. Чуть-чуть задам винетирование. Вот таким вот образом. Чтобы у нас больше моделька выделялась еще. Вот. И теперь мы можем уже возможно поработать с цветом. Ну, что же мы можем сделать с цветом? Давайте мы соответственно перейдем сплит-тонирование, которое я вам еще не показывал. И уже в сплит-тонирование можем чуть-чуть добавить такой вот чуть-чуть синенького в тени. И здесь мы добавим чуть-чуть желтенького такого в цвета. Было? Стало. Было? Стало. Вот таким вот образом можем работать с картинками. Это все хорошо. У нас тут с вами замечательные картинки. Вот. Они, в принципе, неплохие и сами по себе. Но что делать с более простыми вещами, да? К примеру, возьмем вот эту картиночку. Здесь, несомненно, потребуется crop. Вот здесь инструмент crop находится. И мы ее чуть-чуть сейчас вот откропим вот таким вот образом, чтобы мы с вами лишнего не видели. Да. Хорошо. После этого настроим цвета. Да? Подтянем shadows. Чуть blacks. вот таким вот образом. И в целом у нас начинает уже все выглядеть плюс-минус достаточно неплохо. Наверное, вот так вот мы сделаем, чтобы было еще посветлее. Вот. Так вот. Вот настолько мы сделаем. Вот. Но мы видим, что у молодого человека в белом у него немного красноватое лицо. И такое частенько бывает. И чтобы мы могли с этим побороться, мы с вами возьмем радиальный как раз-таки инструмент радиальной коррекции. То есть вот у нас кругленькое стало. Вот. И пойдем уже в color. Чуть-чуть корректируем лицо. То есть здесь у нас если у нас красное, соответственно мы его сделаем чуть-чуть более зеленым. Вот так. И у нас потерялась насыщенность. Мы изменили цвет, у нас потерялась немножко насыщенности на его лице, поэтому мы сейчас ее чуть-чуть вернем, эту насыщенность. Вот так. Хорошо. И чуть добавим ему яркости на лицо. чтобы она была плюс-минус более-менее ровной с другими людьми. Вот. И соответственно поднимем чуть насыщенность на лице. Наверное, вот так у нас нет, чрезмерно. Смотрю на iPad и вот так. Окей. Done. Давайте посмотрим. Было стало. Вот таким образом. Кроме того, мне кажется, что у средней дамы чуть-чуть темноватое лицо, то есть она не такая смуглая, но лицо темноватое. Поэтому давайте мы добавим еще идеальный. Вот таким вот образом. Все. То есть вот мы казалось бы на какой-то простой картинке совершенно спокойно взяли и подкорректировали все остальное. Вот так. Вот. Хорошо. есть еще интересный момент и нюанс, который следует знать. Это инструмент Dehaze, которым хочу поделиться. Дело в том, что бывает такое, что объектив бликануло так сильно и мы потеряли совершенно полностью контраст. то есть мы видим да, вот оно казалось бы какая-то она все равно неживая картинка. Есть инструмент Dehaze. Где у нас тут? Вот он инструмент Dehaze и мы поднимая его он начинает устранять эту дымку соответственно вот пожалуйста мы ее устранили и после этого уже можем тут поднять немножко насыщенность. Вот. Вижу что синего стало очень много да, теперь помните что взаимодействие у нас происходит с цветами и мне теперь нужно чуть подкорректировать насыщенность синих цветов и чуть убираем синего вот таким образом ну и добавим чуть теплоты с помощью баланса белого вот поднял температуру и вот у нас с вами уже вполне себе пригодная для чего либо картинка на самом деле это техническая картинка то есть художества здесь никакого нет поэтому тут следует учитывать его именно с этой точки зрения хорошо но это еще не все и это еще не все мы мы можем с вами взять вот такую картиночку что еще более сложно да видите как у нас как она здесь снята я в целом знаю параметры и возможности непосредственно своей камеры прекрасно понимаю что она плохо работает со светами то есть очень плохо держит цвета яркие яркие цвета но вполне себе можно вытянуть из темноты много чего поэтому мы сейчас здесь этим и займемся то есть я снимая уже сразу же при как раз таки делаю преднастройку то есть я снимаю чуть темнее чтобы потом это все дело вытягивать вот соответственно что нам здесь нужно первую очередь нам нужно здесь подтянуть тени вытягиваем тени чтобы вот эта недоэкспондированность у нас с вами уходила вот таким вот образом ну вот у нас здесь в хайлайцах да светлых участках как раз над парой присутствует достаточно много таких светлых листиков и поэтому мы можем с вами совершенно спокойно их прибрать окей вот мы плюс-минус вытянули но все равно пара смотрится достаточно темно поэтому мы с вами опять воспользуемся инструментом локальной коррекции возьмем радиальный вот таким вот образом и попробуем здесь вытянуть соответственно тени вытягиваем тени и чуть добавляем экспозиции вот таким образом чтобы у нас было видно но видим что мы потеряли контраст на них чуть-чуть приберем контраст вот так вот с помощью blacks ну вот теперь они стали достаточно видны окей мы сделали предварительную подготовку непосредственно этой картинки и теперь мы можем с вами работать уже с цветом хорошо я иду в кривые и что бы мне здесь на самом деле хотелось сделать поскольку у нас достаточно такая теплое закатное солнце мне хотелось бы поддержать этот момент и сделать его еще более каким-то утрированным в этом всем деле поэтому я сдвигаю чуть-чуть видите кривую в темных тонах в blacks точку черного я сдвигаю в красном канале вот и чтобы он не выглядел совсем уж таким красным красным я чуть-чуть сдвигаю зеленцу так сейчас я посмотрю где у нас нет тогда не в этом мы сейчас сдвинем вот так вот так прибираем и у нас получается такая вот очень 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 теплая погода ну вот хорошо в принципе мне этого почти достаточно но наверное наверное сейчас мы попробуем чуть-чуть вытянуть здесь вот в цветах нет красноты в цветах это мы обратно вернем добавим чуть малинового цвета вот таким вот образом хорошо и после этого мы можем здесь задать соответственно уже винетирование чтобы сконцентрировать внимание уже зрителя на на паре идем в эффект и начинаем чуть-чуть завинетировать это все дело вот таким вот образом ну пусть будет пусть будет вот так все в принципе здесь уже достаточно вот таким образом на такой картинке можно создать небольшую тонировочку давайте мы возьмем вот такую картинку тут кое-что будет новенькое что я вам покажу соответственно давайте переведем ее по цветам к нормальному состоянию вот наверное вот наверное вот наверное вот так вот вот таким образом хорошо ну вот кроме того кроме того сейчас мы с вами видим что чуть-чуть буквально у нас лицо малиновит по сравнению с плечом со спиной давайте мы тогда сейчас этот момент подправим идем опять локальную коррекцию берем кисточку и кисточкой начинаем подкрашиваю лицо и вот эту вот область вот так и мы чуть эту малиновость убираем да так она более ровно смотрится и чуть-чуть осветлю это место вот таким вот образом хорошо окей но если мы с вами посмотрим да если мы с вами посмотрим то на этой картинке достаточно такая жесткая кожа есть возможность немножко ее подправить и это будет работать следующим образом мы идем берем кисточку вот создаем еще одну точку и начинаю зарисовывать те места где у нас присутствует кожа то есть там где там где я зарисовываю там прям вот видите у меня происходит такая красненькая красная маска вот и теперь у нас здесь есть такие замечательные инструменты как текст и clarity с дефейс мы только что с вами уже знакомились вот поэтому что нам здесь понадобится дело в том что текст отвечает за текстуру то есть он будет либо усиливать текстуру либо ее уменьшать давайте посмотрим сейчас то есть вот вот она вот увеличивается текстура вот она уменьшается но если мы будем уменьшать здесь у нас будет достаточно замыленное изображение вот а мне бы все-таки хотелось чтобы чуть-чуть ее сгладить но не убирать полностью всю текстуру поэтому я воспользуюсь инструментом clarity clarity это так скажем условно говоря фильтр средних частот вот и поэтому он позволяет нам устранить или наоборот привлечь больше каких-то средних частот а на средних частотах сидят в основном как раз таки эти недостатки то есть какие-то бугры и все остальное вот давайте посмотрим секунду дан было стало вот она стала чуть почище хорошо кроме всего прочего если уж так придираться то мы видим здесь вот темненькую такую вот над губой темненькую область мы можем поправить ее тоже в том числе секунду вот эта вот область чуть-чуть мы осветлим вот так сильно широко сделал чуть возьму пластик и чуть вот здесь вот в этом месте подотру вы к сожалению этого не видите потому что ну вы видите только трансляцию экрана а как я именно подтираю к сожалению вам незаметно вот как видите разница на самом деле налицо вот хорошо окей дальше идем в цвет идем в цвет возьмем сделаем небольшое наверное тонирование водичку сделаем чуть-чуть нет зелень мы сделаем чуть более такой более синюшной вот водичку мы сделаем чуть-чуть зеленоватой вот таким вот образом вот и соответственно кожу это оранжевые у нас цвета мы можем с вами чуть-чуть сделать чуть пожелтее сильно наверное вот так и красный тоже чуть-чуть пожелтее вот таким вот образом смотрим было стало было стало частенько забываешь о том что было до смотришь вроде бы тут можно поправить там подправишь когда смотришь что было до конечно же разница более более чем вот ну и соответственно что мы можем еще с вами сделать давайте я возьму 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 картиночку которая вот эту картинку у нас уже была похожая картинка но мне нравится как на нее ложится одно из тонирований давайте сейчас попробуем тонирование сплит тонирование уведем цвета немножко в холодный да такой вот холодно-зеленый где-то вот в этом диапазоне да это может быть даже даже вот вот так чтобы чуть-чуть зеленцы было вот и уведем соответственно тени чуть-чуть в коричневый да такой вот бежевый вот такое вот то есть вот пожалуйста у нас достаточно легко и быстро получилось некое тонирование то есть вот картинка до картинка после такой вот похожий на Майкла Бея фильмы я просто когда смотрю я смотрю как они были сделаны вот и соответственно наблюдаю за этим значит друзья по поводу экспорта фотографий тут есть некоторые моменты вы можете соответственно экспортнуть фотографии сразу же на мак да то есть даже экспортировать как бы не нужно они сами синхронизируются то есть то что я сейчас делал автоматически уже синхронизировалась у меня Lightroom то есть вообще ничего лишнего даже делать мне не нужно для этого вот и после соответственно я могу уже продолжить обработку то есть я могу там уже ретушировать и все остальное до достижения необходимого результата вот кроме всего прочего мы можем экспортнуть в iPad или в облачное хранилище то есть у нас экспорт может произойти там в галерею непосредственно в iPad и уже мы можем там куда-нибудь отправить и поскольку мы с вами работаем в со Smart Preview то есть он отправляет сюда на iPad Smart Preview то у нас стандартным размером и для Lightroom кстати тоже является стандартным размером 2048 пикселей по большей стороне этого хватает для того чтобы запустить везде и в Facebook и ВКонтакте честно там не знаю какие параметры я там ВКонтакте уже давно не существует вот тем более для Instagram и там чего бы то ни было бы еще поэтому этого вполне себе достаточно то есть ну вариант у нас два сохранить продолжить работу уже экспортировать у себя на компе да исходники полноразмерные полноценные чтобы дальше их ретушировать уже в Photoshop или же сохранить себе в галерею сейчас мы этим и займемся как раз таки так я перехожу обратно к себе на iPad секундочку таким вот образом вот и соответственно выбираю фотографию хочу сохранить фотку какую-либо да и у меня здесь есть иконочка такая вот сверху типа вот экспорт рядом с облачком вот здесь он предлагает массу различных вариантов как я могу сохранить себе эту фотографию вот кроме того я могу отправить Photoshop на iPad но это уже отдельная история да мы может поговорим потом как-нибудь в следующий раз что такое Photoshop на iPad вот мы можем расшарить это с нашими примерами заказчиками или коллегами да создать get a link создать ссылку простите забыл создать ссылку которая будет привязана к вашему Adobe аккаунту и соответственно вы можете кому-нибудь продемонстрировать там свою работу и кто-то может там дать по ней какие-то комментарии нас не это все интересует потому что по большому счету это все какие-то такие профессиональные штуки которые не всегда и кому-то нужны вот соответственно здесь есть варианты следующие то есть просто экспорт to camera roll да то есть это экспорт в непосредственно в галерею происходит он достаточно просто все мы сохранили эту картинку все все ничего не нужно делать все она сохранена мы теперь можем открыть соответственно галерею и найти эту же самую фотографию вот она пожалуйста вот соответственно у нас есть давайте другую фотку возьму давайте вот эту возьму фотку у нас есть другой вариант экспорт с именно он нас сейчас в большей степени интересует открываю меню и соответственно он может тут сохранить в различных форматах даже в тиф может сохранить не знаю зачем это нужно в данном случае но вот он существует он позволяет сохранить в максимальном разрешении то есть если вы загружали фотографии напрямую со флешки на айпад то у вас есть возможность полноценно полноразмерно выгрузить но поскольку мы с вами в данный момент работаем со smart preview то полноценного он не все равно не будет поэтому здесь достаточно выбрать размер small 2048 пикселей по большей стороне как я уже сказал этого достаточно для всех социальных сетей которые на данный момент существуют имидж quality имидж quality стоит 80 но я бы поставил 80 85 а здесь нельзя поставить 85 я просто на компе оставлю 85 потому что там есть небольшая разница в некоторых нюансах но это уже такое дело вот и здесь more options и здесь мы можем сделать следующее добавить камера raw info кроме всего прочего можем добавить копирайты ну по крайней мере в предыдущей версии можно было отдельно поставить копирайт но сейчас они полностью все закидывают просто я обновил сегодня версию эту ну вот немножко по меня не кое-что поменяли только буквально позавчера что ли они выпустили новую версию Lightroom далее что тут еще есть важный параметр который важный действительно параметр Output Sharpening я ставлю Output Sharpening Screen и Amount Standard почему дело в том что в принципе когда идет интерполяция это изменение размера когда там совмещением совмещением пикселей потому что у нас к примеру картинка многопиксельная когда идет интерполяция у нас некоторые детали начинают теряться то есть алгоритм он не всегда отрабатывает очень хорошо и поэтому в иной раз приходится добавлять ему резкости ну просто так уже исторически по крайней мере в моем рабочем потоке сложилось что я добавляю резкости ну всегда когда ставлю маленький размер фотографии когда то есть маленький размер 2048 пикселей я всегда добавляю резкости вот или же добавляю резкость под печать я не добавляю резкость тогда когда я собираюсь редактировать фотографию то есть к примеру я когда собираюсь обрабатывать ее в фотошопе когда я уже когда буду работать с кожей еще с чем-то я никогда не добавляю резкости то есть это уже как бы резкость исключение для финального какого-то продукта которым я готов поделиться с общественностью но соответственно screen и mount стандарт другие варианты я бы не стал ставить потому что low слишком слишком никак обходится с верхними частотами стандарт как раз таки делает что-то резкость верхних и чуть-чуть средних частот это вполне себе хорошо работает вот здесь есть еще другие алгоритмы настройки резкости это мэтт пэпер и глоссы пеппер соответственно мэтт пэпер может быть полезен только в том случае если вы когда-нибудь соберетесь печатать то что вы отправляете себя этот не знаю вот не знаю с чем отсюда сунули можешь кому-то если не пригодится и color space srgb то есть дело в том что поскольку мы с вами все дружно работаем на устройствах которые работают в цветовом пространстве srgb то нам и ставят здесь srgb и вообще чтобы у вас всегда картинки когда вы работаете на компе да неважно там что делка отправляете в интернет или еще что не там духе когда вообще в принципе весь ваш рабочий поток всегда ставьте srgb я знаю очень многие любят то экспериментировать там adobe rgb там 1 998 еще там какие-то варианты вот типа расширенный охват и все остальное друзьям и для расширенного охвата нужно во первых экспортнуть с расширенным охвата у вас должен быть монитор карабио калиброван под расширенный охват нужно обрабатывать в расширенном охвате и да и печатная машина которая должна печатать это все дело потому что для экрана это вообще по барабану тоже должно с решением охвата вот поэтому если вы не знаете что что ставить сюда ставьте srgb вот так окей и после этого нажимаем здесь галочку и он рендерить фотографию и сохраняет ее куда-либо вот соответственно и можем здесь ее сохранить можем файлы можем еще куда-то сохранить давайте сейв to files да то есть вот фото лр вот сюда я сохраню пожалуй сохранить давайте посмотрим что у нас тут произошло где у нас тут фоточки а стойте лишь файлы сохранил господи вот safety files вот пожалуйста вот она здесь уже сохранилась после этого можно постить где угодно и все остальное вот такой вот у нас сегодня достаточно краткий экскурс в в работу с lightroom а вот и соответственно хотел бы вам в заключении сказать парочку парочку слов к сожалению полтора часа это очень ограничены вот зачем собственно говоря я сюда пришел да ну во-первых познакомить вас с некоторыми возможностями айпада да то есть что вы можете синг и возможностями lightroom а чтобы вы могли там синхронизировать обрабатывать как-то и работать чтобы вот эта непонятная система стала для вас как-то более понятно это раз кроме всего прочего что хочу сказать изучать это именно как бы тут несмотря на то что здесь комментарий был про ползунки мы большей части не занимались ползунками я не рассказал вам про кучу других ползунков которые присутствуют в этой программе а здесь масса вот тут можно целый день только сидеть и рассказывать про каждый ползуночек поэтому я старался сконцентрировать информацию по ключевым точкам если вам этого казалось недостаточно попробуйте поискать самостоятельно образовываться самостоятельно в данной сфере потому что за полтора часа рассказать все невозможно поэтому имейте ввиду но что обзвание на этом только как бы начинается если вы новичок вот так хорошо ну все друзья всем спасибо тогда и мы тогда с вами завершаемся и всем пока и удачи вот изучайте программки изучайте теорию ну вот делайте красивые картинки